программа на связи что у вас случилось какой адрес понятно выезжаем столкнулись несправедливостью властей не в силах достучаться до управляйки или может страдать от непутевого соседа телеканал алмазный край спешит на помощь мы снова запускаем программу по вашим обращениям с вас готовность рассказать о своей проблеме на камеру с нас сюжет который возможно поможет ее решить и к темам на сегодня к нам едет ревизор недовольные родители инициировали прокурорскую проверку в удачницком детском саду карлсон здесь больше не живет в ленской двухэтажки провалилась крыша покинуть дом готовы не всем мусорные пейзажи в айхале под окнами жилых домов растут свалки в чем причина родители воспитанников одного из детских садов удачного обеспокоены не на шутку внимательно рассмотрев состояние учреждения взрослые поняли их любимым детям грозит опасность сложа руки сидеть не стали но обратились к прокурору чем в итоге закончилась проверка ведомства узнаете из сюжета трещины на потолках протертый линолеум и неприглядные туалеты с такими жалобами на состояние детского сада звездочка в удачном обратились родители его воспитанников первому заместителю прокурора республики они потребовали провести проверку состояния дошкольного учреждения что и было сделано доводы изложенные родителями они нашли свое фактическое подтверждение в целях их устранения прокуратуры города были приняты меры прокурорского реагирования а именно внесено представление у руководства детского дошкольного образовательного учреждения об устранении нарушения а также возгруженное дело об аминистративном правонарушении присмотрим статьей 6.4 кодекса российской федерации об аминистративных нарушениях представители автономной некоммерческой организации алмазик в чье ведение входит сад отметили ремонт детских садах выполняется по заранее утвержденным планам и провести их везде одновременно невозможно так например нынче очередь дошла бы до детского сада звездочка однако по предписанию прокуратуры косметические работы сделали вне плана в конце прошлого года а летом планируют замену сетей тепловодоснабжения ремонтные работы в детских садах удачницкого отделения выполняются поступательно планово в частности в детском саду 37 звездочка ремонтные работы проводились 2014 году в шестнадцатом году в восемнадцатом году был большой ремонт и также были запланированы работы на летний период 2020 года это замена канализации которая проходит перекрытиях пола и соответственно ремонт групповых помещений летом соответствии с планом мы должны опять зайти в этот уже отремонтированный красивый санитарный узел и заново сломать эти все коммуникации чтобы достать инженерные сети вот основная сложность которая нам мешает работа вне плана настоящее время все замечания вынесенные комиссии устранены группа заиграла новыми красками в группе стало очень уютно чисто красиво мой ребенок саде ходит с удовольствием воспитателей помощник воспитателей у нас очень хорошие в группе достаточно много развивающих игрушек в алмазике говорят концу лета объект преобразится параллельно прокуратурой города проведена проверка и в других дошкольных учреждениях удачного которые готовятся к ремонтам в ближайшее время в них нарушение не выявили трещины в потолке и полу ежедневно приходится наблюдать и линчанам герои нашего следующего материала жители аварийного барака дом стоял в очереди на снос а люди на переселение они так давно в двухэтажке упала крыша власти постарались ускорить процесс переезда другие квартиры но все оказалось не так то просто почему люди отказываются менять пмж попытаемся разобраться не вышли на вечерний променад соседями а выбежали едва успев одеться на этих кадрах жители двухэтажки на улице чапаева 8 февраля они испытали настоящий шок тяжести снега не выдержала крыша обвалилась вот сейчас вот ладно надолбанулась а сейчас как лежать и думать и пойдем не упадем завалить не завалить минувшее чп для этого дома не первое и не единственное за более чем полувековую историю барак трижды топила большая вода эксперты постановили для жилья непригодно впрочем это и без специалистов понятно в комнатах уже прогнили пол и потолок с последнего еще и штукатурка временами сыпется кусками заехать в другие квартиры людям предложила мэрия по программе переселения из ветхого и аварийного но далеко не всех варианты устроили одни считают новые квадраты ненадежными другие просто на них не смогут разместиться нам предложили место наше двухкомнатную равноправную двухкомнату когда комнатной нам предложили одну комнату 40 квадратных метров без права выбора у меня трое детей разнополые и маленький ребенок полтора годика и мне предлагают одну комнатную они даже не дали права чтобы свозить и просто посмотреть хотя бы квадрат или квартиру они позвонили мне сказали придите я спросила какой вариант они сказали 40 квадратных метров я говорю я даже не буду приходить их смотреть зачем мне менять такие вот разногласия не дают проблеме сдвинуться с места по условиям программы на переселение собственники должны согласиться единогласно тогда дом снесут и не придется ждать изначально запланированной даты сентября 2020 года в случае если собственники не примут решение по расселению то они должны будут принять решение о производстве ремонта кровли и ждать своей уже очереди в конце года на расселение согласно данной программе решение как бы все приняты все ознакомлены сейчас отдел переселения с ними отрабатывает чем в итоге закончится история с переселением сейчас зависит от жителей так что время покажет следить за развитием событий продолжим у телезрителей из айхала с жильем все в порядке а вот настоящий хаос творится рядом с ним под окнами выросли кучи из мусорных пакетов и авторами этих дурнопахнущих скульптур стали сами собственники коммунальщики шоке смотрите сами несанкционированная свалка под окнами этого дома в айхале дело рук самих жильцов так говорят в управляющей компании хотя оборудованная площадка с мусорными контейнерами буквально в 100 метрах мусорная куча около дома выросла до двух метров жители не пугает что это рассадник грызунов и тараканов к тому же пищевые отходы привлекают бродячих собак а ведь рядом находится детская площадка накопление и сбор мусора в жилых домах осуществляется только в местах накопления и сбора то есть обустроенных мусорных контейнерных площадок которые размещены согласно утвержденной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования поселок айхал остальные свалки относятся к разряду несанкционированных управляющая компания айхальское предприятие жилищного хозяйства неоднократно предупреждала жителей что с 13 января двадцатого года мусор будут вывозить только с контейнерных площадок жители к этому не прислушались а те кто все же выносит мусор положенное место не могут найти управу на своих недобросовестных соседей по их словам бытовые отходы сюда приносит даже с соседних домов мы выносим за дом там контейнера специальные стоят детей тоже приучаю туда носить слежу стараюсь за ними следить объясняю что сейчас начнет теплеть возле дома этот мусор начнет гнить все были предупреждены но опять же был такой случай когда соседи подходят или может быть с других домов у нас получилось так что я спрашиваю зачем вы это сделаете мы привыкли так очень неприятно потому что даже если иду мусор выносить на крыльце вижу пакеты с собой прихватываю пару пакетов отношу детей заставляю за дом относить контролирую ситуация в этом дворе не единичная похожие и в других дворах классическая картина пакеты с мусором оставлены кем-то на крыльце хотя контейнеры для него в нескольких шагах организованы мусорные площадки для сбора такого но все равно жители продолжают как раньше было привыкли наверное по привычке выносят мусор на лестничные клетки и оставляют там но это не соответствует и мы сами живем на поселке сами смотрим каждый день этот мусор другой случай когда рядом с домом площадку с контейнерами поставить нельзя это запрещено санпинами если в радиусе 20 метров есть другие жилые дома места отдыха или детсады по этой причине в айхале сегодня 7 домов не оборудованы площадками для твердых коммунальных отходов там мусор забирает от подъездов проводится работа сейчас по юбилейной 7 друзья юбилейная 4 и 6 где определяется места установки контейнерных площадок согласовываются какое-то время это будет произведено это тоже все зависит от решения собственников в первую очередь они должны принимать эти решения обращаться в органы местного управления несмотря на то что свалку устроили недобросовестные жильцы убрать кучу мусора должна все же управляющая компания жильцы дома сошлись на мнение нужно ставить систему видеонаблюдения правда во сколько она обойдется кто за это заплатит и поможет ли она вообще пока вопрос альбина шарафидинова денис хазов телеканал алмазный край соседство с грязнулими конечно то еще удовольствие будем надеяться что айхальцы найдут на них управу но у меня на этом все напоминаю что стать героем нашей программы может любой из вас есть проблема готовы сниматься тогда звоните на наш адекционный телефон его номер уже на экране или пишите в директ инстаграма телеканала на свете была кристина каширина встретимся на следующей неделе пока